900 спортсменов из 31 региона России прибыли в Одинцовский район для участия в крупнейших соревнованиях, чемпионате и первенстве страны по кикбоксингу. На татаме лучший из лучших – те, кто одержал победу в зональных состязаниях. Спортсменов и судейскую бригаду приветствуют почетные гости, в числе которых президент Всероссийской Федерации Кикбоксинга Вадим Украинцев. Сборная России уже на протяжении 20 лет первая в общем зачете команды. Поэтому, дорогие друзья, давайте нас всех поприветствуем, молодцы, так держать и отобрать хорошую команду на чемпионат Европы и первенства мира. Соревнования проводятся в двух разделах – Point Fighting и Light Contact. Спортсмены, которые одержат победу в своих возрастных и весовых категориях, получат возможность выступать на международном уровне. Молодежь отправится на первенство мира, туда попадут первые и вторые номера. Взрослая команда для участия в чемпионате Европы будет формироваться только из победителей. Если в Point Fighting россияне только пробираются к призовым местам, то в Light Contact национальная сборная всегда в призерах. В прошлом году первенство мира мы выиграли и чемпионат тоже выиграли. 4 золота было на чемпионате и первенство 5 золотых медалей. Бои проходят одновременно на четырех татами в разных возрастных категориях. Самыми представительными являются схватки взрослых спортсменов. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта России. За право попадания в сборную будет бороться и действующий чемпион мира Александр Глушков, выступающий в весе 94+. На днях я увидел интервью очень известного кикбоксера Бадархари. Он выразил свои мысли так, что кикбоксинг – это вид спорта, где достаточно трех раундов. Не надо ни 12, ни 5 по 5 или еще как-то. Потому что ты выкладываешься, полностью себя отдаешь. Но это напряженный вид спорта. Кикбоксинг – это еще и женский вид спорта. Ежегодно чемпионат открывает все новые имена. Девушек, выбирающих этот вид спортивного единоборства, становится все больше. В этом году на самом деле очень конкурентные соревнования. Очень собрали много народа, потому что два раздела. В моем весе достаточно для такого веса. Я выступаю, несмотря что я маленькая, хрупкая, выступаю в абсолютке. Это 70+. И у нас 5 человек собралось. Хотя в прошлом году в этой весовой категории была единственная только девочка. А в этом году все туда. Чемпионаты первенства России по кикбоксингу продлятся до 16 марта. Однако окончательный состав сборных будет определен ближе к международным соревнованиям – чемпионатам мира и Европы. Как признаются сами спортсмены, если выиграл в России, то иностранный противник тебе не страшен. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».